Всем привет! Я доктор Евгений. Научу дышать легко и непринужденно путем активации диафрагмы. Поехали! Грудо-брюшная диафрагма или дыхательная диафрагма частенько она не насасывает воздуха столько, сколько нужно. Работает она вот в таком режиме, вот в таком режиме. Как она выглядит? Вот здесь, либо вот здесь. Угадайте, где она появится? Ага, вот здесь вот. Она как раз-таки и выполняет функцию дыхания непосредственно. Это прямая ее функция. Мы можем простимулировать дыхание путем массажа диафрагмы, по местам крепления пройтись. Потому что частенько как раз-таки нижние отделы легких, они не дышат, они не насасывают воздух, потому что не работает насос диафрагмальный. В следствии будет тормозить работа внутренних органов, потому что не происходит вот этого естественного массажа, дренажа. В общем, что делать? Нам нужно найти места крепления. Показываю порядок действий. Для начала нам нужно понять, насколько мы дышим симметрично. Встаете перед зеркалом, две свои руки ложите себе на ребра. Вот так вот по бокам. Пальцы немножко кпереди. Встаете перед зеркалом и делаете вдох. И выдох. И вы почувствуете, как работают у вас руки. Если происходит так, что движение одной стороны грудной клетки у вас в объеме больше, а во второй меньше, это говорит о том, что как раз-таки с той стороны, где объем меньше, диафрагма работает чуть-чуть слабее. Бывает, что равномерно дыхание распределено. Бывает, что в другую сторону. В общем, задача отмассировать места крепления диафрагмы с той стороны, где объем грудной клетки и дыхание меньше. Показываю на одной стороне, как это выглядит. То есть мы находим у себя мечевидный отросток. То есть это та вот косточка, которая внизу спускается. Оно же считается солнечным сплетением. Но солнечное сплетение глубоко внутри. То есть проекция вот она здесь. И по левой реберной дуге прям себя прощупываем. То есть вот так вот. Это и есть реберная дуга. Первым делом нам нужно диагностически пройти и найти самые неприятные болезненные точки по всей реберной дуге и по мечевидному отростку под ним. Для этого нам нужно сделать следующее. Мы вот таким образом домик делаем, только обратный. И встаем под мечевидный отросток. Это можно сделать лежа. Я сейчас это вам покажу. Ложимся. Сгибаем ноги в коленах суставов. Голову ложим. То есть если голову поднять, живот напряжется. Нам это мешает. Расслабляем живот. И пальчиками, вот таким вот домиком проваливаемся по диагонали. То есть не ровно вниз, не ровно к голове. А именно вниз и к голове. В этом направлении. И как бы легким крючком подлазим под ребра, под мечевидный отросток. Делайте это легко. Не травмируйте себя. Не насилуйте себя. Не делайте через сильную боль. Старайтесь работать мягко, аккуратно. То есть подлезли и пощупали. Следующий участок. Также подлезаем и пощупали. Для самостоятельной работы можно использовать одну руку крючком. Можно второй помогать. Только мы уже будем ладонью вниз делать. То есть вот таким вот образом. Здесь поработали. Здесь поработали. Тут. И доходим до самых нижних ребер. Определяем для себя самую болезненную зону в этом месте. И по принципу устранения триггерных пунктов, даже спайчик. Мы подлазим под самое больное место. И остаемся здесь. И делаем легкие массажные движения. И не забываем дышать. Не задерживаем дыхание. Не задерживаем дыхание. А дышим спокойно и работаем. Если сделать слишком большой вдох, можно вылезти. То есть живот может вытолкать. Поэтому делаем легкое дыхание. И с каждым следующим вдохом погружаемся все глубже, глубже, глубже. Вы почувствуете, как вы можете подлезть очень далеко. Так отрабатываем каждую из точек. Отработав, сразу раздышите себя. Как это можно сделать? Также руки ставим на ребра. Легко сдавили. И через это сопротивление подышите. Буквально 3-5 таких дыхательных движений. Потом нужно снова встать и подойти к зеркалу. Встаем перед зеркалом. Руки легко на ребра не давим. Снова делаем вдох. И выдох. Во время вдоха-выдоха работает грудная клетка и живот. Не тяните плечи вверх. Иначе вы будете тренировать купол плевры и шею. Не будет работать диафрагма. И оцените, насколько симметричным стало ваше дыхание. И глубину вдоха оцените. Потому что глубина вдоха явно станет больше. Но нужно будет немножко потерпеть. Не у всех будет безболезненно. Однозначно будет какая-то больная точка, которую нужно будет прорабатывать. Поэтому не забывайте делать это так. Можете закрепить данное упражнение дыханием анулома-вилома, которое вот здесь вот у вас в подсказочке есть. Поэтому смотрим видео. Делитесь им с своими друзьями, знакомыми. У кого есть какие-либо проблемы с дыханием, с внутренними органами, с легкими и так далее. И вы научите сами себя делать это регулярно в течение нескольких дней. Хотя бы от недели до двух недель. И отработать себе диафрагму. Вы тем самым оздоровите свои внутренние органы. Научитесь дышать. Ясность в голове появится. Кому было полезно, проходите в описании. Там есть ссылки на донаты, на интернет-магазин, на личную консультацию. Да и вообще на много чего полезного. Поэтому рад был вам это все рассказать. Пока-пока.